Добрый день, уважаемые наши телезрители! Ну что же, на часах 12.00, а значит мы начинаем программу «Полдень». Итак, сегодня 4 апреля, четверг. И именно сегодня отмечается День веб-мастера и Всемирный день крыса. Что касается первого праздника, эта дата выбрана не случайно. Цифры 404 по написанию напоминают ошибку 404, то есть страница не найдена, имеющая прямое отношение к работе веб-мастеров. А идея учреждения Дня крысы принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев. Дату 4 апреля выбрали, потому что в этот день начал работать самый старый интернет-ресурс, посвященный декоративным крысам. Ну, с таких праздников мы начинаем сегодняшний полдень, и вот что вас ждет в эфире. Студенты Северокавказского федерального университета победили на Всероссийской олимпиаде по иностранному языку, и сегодня они у нас в гостях. После о преподавательских наградах в Кении школьный учитель естествознания получил награду в миллион долларов. Генеральная уборка Ставрополья, усиленный режим. 6 апреля в Крайловом центре пройдет городской субботник. В Ботаническом саду Крайлового центра распустилась уникальная кувшинка. Ребята из Центра танцевального искусства, Лаки Джем, чемпионы России, но танцевали на 20 медалей и чемпионы, и медали во второй части программы. Мини-каникулы и сколько дней мы будем отдыхать на майских выходных. Об этом и не только в ближайшие полтора часа. Ну что ж, начинаем полдень. Студенты из Сирокавказского федерального университета победили на Всероссийской олимпиаде по иностранному языку. В состязаниях приняли участие представители 22 ведущих технических вузов Российской Федерации. Честь нашего СКФУ защищали трое студентов Института информационных технологий и телекоммуникации. Какие этапы были пройдены, подготовлены и пройдены ребятами, и как олимпиаду внедрили 3D-технологии. Сейчас они нам сами расскажут. У нас студент 5 курса Михаил Гражданкин, студент 2 курса Данил Духовный, а также доцент кафедры иностранных языков для технических специальностей Сирокавказского федерального университета Людмила Сергеевна Косиненко. Добрый день, ребят. Во-первых, поздравляем. Добрый день. Добрый день, спасибо большое за поздравление. Давайте по порядку. Что за олимпиада, как долго к ней готовились, почему решили в ней принять участие? Ну, собственно, почему решили принять участие, это такое решение, которое было принято уже несколько лет назад, потому что лично я там уже третий год, олимпиада проходит всероссийская 4 года, я там третий год из 4-х, получается. И всегда удавалось занимать призовые места? Да, всегда, когда мы ездили, занимали места, ездили с разными командами. Вот в этом году со мной поехал Данил, как и в прошлом. Поэтому он в красной бабочке, да, проходит рубашку. Также Людмила Сергеевна тоже нас очень сильно поддерживала и в прошлом году, и в этом. Началось все с чего? Началось все с того, что у нас в институте, в СКФУ проходили олимпиады по английскому языку. Я участвовал, занимал места, ребята тоже участвовали, занимали места. Причем нельзя было сказать, что какой-то один победитель был, потому что все очень на уровне было. И нам пришло приглашение на олимпиаду в Москву, в МГТУ имени Баумана, в котором участвовали, как вы сказали, 22 университета со всей страны. Мы лучший уровень в России, я считаю, потому что я не знаю еще другой олимпиады, ты настолько близкой по уровню, то здесь действительно все серьезно. В первый год мы взяли командное место за дебаты, был конкурс дебатов, то есть тоже мы с призом уехали оттуда, показали себя, хотя нас там впервые видели. Во второй год лично я получил премию от посольства Великобритании за выступление. Но, честно говоря, я тогда уехал. Эту премию я не увидел, да? Я тогда премию, скажем так, в виде сертификата, но для меня это имеет значение больше, чем бумажное. Так что я был доволен всем, кроме одного момента, что все-таки много внимания было на меня в прошлом году, и поэтому для меня было важно, чтобы в этом году моя команда себя проявила очень хорошо. Я считаю, что мы замечательно себя показали, мы заняли призовое место за письменный этап и заняли место победителя за этап устный, то есть за рассказ, за презентацию. Я думаю, предоставлю слово Данилу, чтобы он рассказал, как это проходило. Об этапах, да. Давай, Данил, поподробнее об этапах. Первый этап и второй этап. Да. В чем особенность этих этапов? Без проблем. Ну, стоит сказать, что для меня это, как Миша уже отметил, во второй раз. В первый раз для меня это было, так скажем, новым и интересным опытом. Во второй раз я уже поехал с таким уже более серьезным настроем на победу. Первый раз, простите себе, какое-то призовое место, но не победу можно было, во второй раз нельзя. Первый этап был письменный. Этап заключался в чем? Первая часть мы смотрим фильм. В данном случае, так как тематика Олимпиады была посвящена 3D-технологиям, то фильм был про 3D-принтер, один определенный, и про его функционал. Нашей же задачей было потом впоследствии в заданиях выполнить различные упражнения, но на основе того, что мы увидели, и на основе лексики, которая была там использована. То есть первая часть этого первого этапа была больше направлена на лексику все-таки. И вторая часть этого, получается, первого тура, так скажем, это просто лексико-грамматический тест на, так скажем, общее знание английского языка. И в принципе, по сравнению с прошлым годом, если говорить за себя, я написал его гораздо лучше. И в принципе, мы с командой написали в достаточно неплохом уровне, о чем говорит, собственно, наличие призового места. Ну, подготовились, наверное, усиленнее, опыт уже есть, и показали лучший результат. Да, лучший, ну, можно было бы еще лучше. И в следующем году, так как я поеду, в следующем году будет еще лучше. Правда, вот куда еще лучше? Куда еще лучше? Занять первое место и на письменном этапе. Вот, когда занимаешь... Вопрос отпал. Да, всегда можно лучше. А про второй этап, это, так скажем, на этой Олимпиаде считается самым главным этапом, потому что на первом этапе, грубо говоря, ты номинально показываешь свои знания английского языка, а на втором этапе ты показываешь, как ты умеешь его использовать и как ты умеешь им оперировать. И показываешь, насколько естественно ты им владеешь, и насколько ты не задумываешься, когда на нем разговариваешь. И, собственно, вторая часть состояла в следующем. Нужно было выступить в пределах трех минут по теме, которая была дана на жеребьевке на первом дне. Это была какая-то глобальная проблема, которую нужно было решить с использованием 3D-технологий. И в нашем случае жеребьевка решила так, что нам нужно было каким-то образом придумать решение для проблемы, так скажем, роста популяции, ну, роста населения человечества, так скажем. И как-то надо их прокормить. Вы еще и фантазию, да, применяли? Ну, фантазию, да, приходилось, потому что изначально было непонятно, какие 3D-технологии можно использовать для решения такого, так скажем, крупного катаклизма. Но мы как-то вышли из ситуации... Ну и какие же? Ну, единственное решение, которое мы хорошо обдумали и хорошо расписали, это было печать теплиц при помощи 3D-принтеров, потому что дешевле, чем их строительство. И строить их необходимо в регионах, в которых как раз-таки ресурсов мало. То есть на этом было и основано наше решение. Да, как раз-таки проблема была в том, что в регионах с небольшим количеством ресурсов и с невысоким уровнем жизни экономическая ситуация не позволяет использовать много рабочей силы, не позволяет использовать дорогостоящие ресурсы. Поэтому мы искали какое-то решение для того, чтобы сделать легко доступным выращивание растений, к примеру, в климатах, в условиях, в которых это естественным образом не происходит. И мы приняли решение использовать технологию 3D-печати для того, чтобы печатать модульные элементы для сборки теплиц. И это получается в промышленных масштабах намного дешевле. Но хочу добавить к славу Данила, в принципе, он все правильно говорит, что во втором этапе суть как раз-таки даже не в том, знаешь ли ты английский. Там это уже не вопрос. Там ты даже не задумываешься о том, знаешь ты русский, знаешь ты английский. Ты должен говорить и думать на этом языке. То есть на английском ты должен в первую очередь развить свою идею, как будто это стартап. То есть действительно серьезный вариант, серьезное развитие идеи, серьезное представление. Предпринимательскую жилку. Да, предпринимательская деятельность. И причем в этом году, что я хочу отметить, что я убедился еще раз в уровне этой Олимпиады, так как уже заметен был настрой именно на победу, не на участие. Если раньше как-то участников поощряли чем-то, то есть, ну я считаю, это тоже неплохо, но в этом году видно, что конкурентный дух присутствовал очень сильно. И ясно было сразу, что вообще Олимпиада проходит на очень высоком, но очень серьезном уровне. Вот. Я бы хотел дать слово Людмиле Сергеевне, чтобы она... Людмила Сергеевна, вы ездили с ребятами вместе, поддерживали, правильно? Ну да, конечно, да. У нас сначала в нашем Северокавказском федеральном университете проходила университетская Олимпиада, на которой... Ну, такой своеобразный отборочный этап. Да, отборочный этап. На отборочном этапе ребята показали наивысший результат. В связи с этим, тем более, им было приглашение прислано до этого. Мы лишний раз убедились, что нужно, чтобы ехала именно эта сильная команда. Вот. Уровень на Олимпиаде был высочайший, но, как сказать, самый высокий уровень знания английского языка. Это C1, C2 был. И, то есть, вот ребята, конечно, немного умаляют свои способности, потому что они показали, на самом деле, наивысший результат. Мы получили диплом первой степени, и 22 университета было, было более 60 студентов, принимали участие. Наши ребята выделились, и наш Ставропольский край теперь узнают и знают. И даже, когда мы приехали туда, сразу сказали, это наши будущие победители, потому что мы вас очень ждем. Вы показали себя в том году, да. И в этом году на открытии Олимпиады присутствовал первый секретарь посла. Он приветствовал ребят и дал им напутственные слова о том, что вперед, и три дня у вас будет тяжелых состязаний. Это были, на самом деле, тяжелые состязания, были очень сложные задания. Могу сказать, что у них мышление немного другое, у ребят, которые в техническом направлении работают, нежели чем у нас, и у людей обычных. То есть, они это все сразу представляют масштабно, и они решали очень сложные задачи. То есть, как говорил Данила, что была, ну, просто грамматика. Нет, совершенно не грамматика. Там, как бы, да, она была, эта грамматика, но там были математические формулы, из которых нужно было вывести то слово, которое ты должен был правильно грамматически написать. То есть, это были корни, разные графики. То есть, все было, конечно, на очень высоком, на C2 уровне. Это очень сложный, максимально высокий уровень. И когда наши ребята на первом этапе себя хорошо проявили, ну, я думаю, ну, господи, хоть бы еще второй этап, и все будет отлично. Все было лучше, чем даже мы предполагали. Единогласное жюри проголосовало, поставило всем 5 баллов. За все 8 критериев оценки было получено нашим ребятам 5 баллов. А какие критерии были? Первое – это грамматическое. Второе – раскрытие идеи. Третье – это правильная постановка предложений. Креативность идеи была четвертая. Реализация пятой – это реализация идеи в промышленности. То есть, реально ли ее реализовать. А ее было абсолютно реально реализовать, эту идею. То есть, это все рабочая была у них идея. Но только на это нужны ресурсы, естественно. И артистизм. И последний был критерий правильного распределения времени. То есть, чтобы каждый участник говорил о разном направлении, который в самокупности будет решать идею, саму идею. По всем критериям были получены наивысшие баллы. И в итоге мы получили диплом первой степени. То есть, наши ставропольцы прославились в Москве. Это очень знаменательное для нас событие. Это большая победа. Мы безумно были этому рады. Я представляю, у вас до сих пор, мне кажется, шок, да, небольшой? Да, да, да. А вот скажите, 22 сильнейших, крупнейших вуза нашей страны. Но тем не менее, кто был соперник? Были же такие вузы? Конечно, да. Да, основной соперник был Московский университет. Это МГТУ имени Баумана. Их готовят очень активно именно к этой Олимпиаде. То есть, им дают примерные такие же задания, которые были на Олимпиаде приблизительные. К сожалению, мы не могли знать, что там может быть. Вот МГТУ имени Баумана, он всего на... Не всего, а аж на 7 очков отстал от нашей команды. То есть, это приличный все-таки разрыв. Это был основной соперник, сильнейшая команда. Да, второе место, да. Ну и вот... Ну и в принципе, институты, которые связаны с исследованием физики, направлены на исследования физических эффектов, ядерная физика, да, вот Московские институты, они очень хорошие результаты показали. Вот я хотел бы честь им отдать за это, потому что очень хорошие результаты в письменной части показали как в личном зачете, так и в командном зачете, потому что у них это очень углубленная тема для изучения в их естественной среде. Поэтому там вот как раз... Ну, техническая специфика, да, это основная. То, что вот я и упоминал до этого, что там даже уже не ставится вопрос, знаешь ты английский или нет, ставится вопрос, готов ли ты на таком высоком научном уровне оперировать этим языком. Что вам дает эта Олимпиада? Да, победа, да, классно, первое место. Теперь что? Ну, не знаю, я лично для себя могу сказать, что, во-первых, это бесценный опыт, опыт он и в любом случае всегда остается полезным, но когда ты побеждаешь и, так скажем, проходишь через всю эту эйфорию, когда тебе после награждения подходят все другие участники и говорят, молодцы, заслужили, и в принципе хвалят и подходят, и, так скажем, не пропускают мимо глаз, это, конечно, приятно. И такой опыт, так скажем, тоже немножечко полезен, потому что бывают люди, как, например, я, которые не очень любят светиться, а тут, когда к тебе подходит чуть ли не каждый и говорит, что ты молодец, когда ты считаешь, что ты особо ничего такого сверхъестественного не сделал, то это так, ну и... Хороший опыт. Да, это хороший опыт, но и без материальной составляющей, конечно, никак, это все упирается в стипендии повышенные. О, так это да. Так, можно сказать, процентов, наверное, на 20, из-за этого и все и делается. Ну, наверное, побольше. Нет, все-таки опыт... Мне кажется, 50 на 50. Не сказал. Хорошо. Ребят, еще раз вас поздравляю, спасибо большое, что вы пришли. Еще раз напомню, у нас в гостях студент 5-го курса Михаил Гражданкин, студент 2-го курса Данил Духовный, а также доцент кафедры иностранных языков для технических специальностей из КФУ нашего родненького Людмила Сергеевна Косененко. Спасибо вам большое, вам хорошего дня и новых побед. Спасибо вам большое, нам очень приятно было посетить вас сегодня. Спасибо. И good bye. Всего доброго. Ну что же, а теперь о победе преподавателя. В Кении школьный учитель естествознания получил награду в миллион долларов. В приятном шоке все. И учитель, и его коллеги, и, конечно, ученики. Чем он всех вдохновляет, а главное, за что такая премия, расскажем в следующем материале. Парадом и радостными приветствиями встречают в кенийском городе Накуру учителя Питера Табичи. Он вернулся из Дубая, где выиграл международную премию учителя размером в миллион долларов. Это победа не моя, это победа каждого. Она для учеников, для кенийцев и для всей Африки. Табичи преподает естествознания. Его выбрали победителем за большой вклад в обучение школьников. Хотя в стране начальное образование бесплатное, но не хватает учителей, мало учебников и качество обучения плохое. В школе, где работает Табичи, только один компьютер. Но его ученики смогли победить в нескольких местных и международных конкурсах. Он вдохновил меня. Он мой учитель и он многим помогает, платит за обучение детей. Мне хочется призвать всех людей так усердно трудиться и стать победителями мирового уровня. Благодаря усилиям Табичи в школе стало учиться больше детей. При этом 80% зарплаты победитель конкурса тратит на общественные нужды. Цель конкурса Global Teacher Prize – обратить внимание на важность профессии учителя и призвать учителей любить свою работу и качественно преподавать. Ну что же, о качестве преподавания можно судить по достижениям учеников. Делегация Ставропольских школьников завершила свою работу во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства. Шестеро ребят отличились в направлении «Городская среда», «Территория развития» по специальностям строительства и архитектура. На конюне состояла защита этих проектов, которые они сами разработали. А вот что это за проекты, мы сейчас узнаем. У нас в студии участники Всероссийского конкурса «Городская среда. Территория развития». Это Альберт Легеньков. Здравствуйте. Дарья Терещук. Елизавета Бабенко. Здравствуй, Лизочка. И Дарья Печникова. Да, здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас. Спасибо. Такие веселые. Сегодня у нас день молодежи в полне, я бы так и сказала. Рассказывайте, что это за «Городская среда. Территория развития» и почему вы решили принять участие в этом? У вас действительно вопрос этот так сильно волнует? Да, как и всех. Как и всех. Да, тогда я думаю, я начну. Давай. «Городская среда. Территория развития» — это программа, на которую мы как раз-таки и приехали в детский лагерь «Смена». Там, кстати, в лагере «Смена» распространены различные программы, то есть там есть, кстати, еще и фонд «Добра», и также волонтерство. А почему вы выбрали именно «Городскую среду»? А, ну мы именно попали на этот модуль сами. Ну и там же еще были некоторые маленькие распределения. То есть там можно было и выбрать и ландшафтный дизайн, познакомиться с 3D-моделированием, ну и также, как мы попали на модуль архитектуры. И там мы защищали свои проекты. Нашим проектом являлись шахматы. Очень интересный арт-объект, который представлял собой играбельные шахматы. И так как мы знаем, что они делятся на два поля, то есть они были белые и черные. Белые были выполнены в классическом стиле, а черные были выполнены в стиле модерн. Так что каждый из нас мог познакомиться с различными стилями и воссоздать их в реальном размере. Ну вот для чего? Для чего ваш проект? Ну это, кажется, то что, ну как по мне, то есть этот проект, он существовал как раскрытие наших возможностей. То есть понять то, что мы способны что-либо создать на своими руками и воссоздать это потом уже в нашем городе, например. Или уже иметь какие-либо идеи на этот счет. Я имею в виду шахматный клуб открывать. Либо эти шахматы должны быть большие, огромные, которые будут стоять там на Александровской площади в городе Ставрополь. Как оно будет виден? Ну вообще-то имеется как, ты можешь их переставлять. Эти шахматы были построены на Олимпийские игры на летние. Где каждый мог бы сыграть в такие, так сказать, шахматы, сами их передвигая. Вот. Эти шахматы, они очень легкие и в этом их преимущество. То есть каждый может их просто поднять и перенести, куда им вообще захочется. Ну то есть вот... Ну вот они примерно... Как ты ростом? Да, примерно, но чуть ниже. Попробуй, ниже, да? Да, чуть ниже. Как бы, ну как бы сами шахматы на касты распределены, можно так сказать. То есть каждый из них был своего размера. Например, король, королева, они были под метр, другие уже чуть ниже. Микрофончик выходит, пожалуйста. Вот. Скажите, пожалуйста, ну давайте вот присоединяйтесь, ребят, кто еще не дополнял. Из чего сделаны эти шахматы? То есть вы разработали сначала модель на компьютере. Как далее? Ну я был на 3D-моделировании, так что я... Как я обратилась, да? Так что я делал свой проект с девочкой. И мы сделали... Мы обошли сначала территорию лагеря, посмотрели проблемные места. И уже из этих мест мы делали что-то новое и создавали свое на компьютерах. Вот мы, например, создали беседку, она называется «Под водой». То есть вы сидите, вокруг вас аквариумы с рыбами, и вы можете почитать книгу и взаимодействовать со стеклами. Там, например, писать на них, рисовать. А вот почему именно беседка? То есть вам хочется в такой побыть? Откуда такая идея? Ну, мы просто заметили... С рыбами это было бы интересно. Вот давай-ка... Мы заметили, что на территории лагеря мало мест, где мы можем уединиться и побыть наедине с самим собой. Так вы же приезжаете в лагерь, чтобы быть не самим собой, а... Нет, ну, там нету места именно, где ты побудешь вдали от всех. То есть ты где можешь расслабиться, почитать и сделать что-то новое, или придумать какую-либо идею. Альберт, а как ты думаешь, поставят такую беседку в лагере? Я думаю, нет. А зачем тогда придумывать? Ну, может, в будущем поставят. Ну, нужно верить. А расскажите, пожалуйста, лагерь смена. Что для вас вообще? Как там живется? Мы-то не знаем. Глаза загорелись сразу. На самом деле нам... Сколько дней там были? Мы, получается, были там две недели, 16 марта по 29 марта. И на самом деле, когда мы ехали туда, мы не предполагали, что там будет настолько здорово, как у нас получилось. Мало того, что мы обучались ландшафтному, то есть архитектуре. То есть, как шахма там правильно относится? Да. И участвовали в проекте «Городская среда. Территория развития». Также мы познакомились с очень интересными людьми из разных городов России, с которыми мы, правда, очень хорошо провели время, с нашими вожатыми. И на самом деле этот лагерь считается, ну, практически самым лучшим в России. И там очень много возможностей, которые, ну, правда, там реализуют эти проекты, которые создают дети. То есть не просто как, ну, мы и создали их, может быть, создадут тут, а может быть и нет. Не просто пофантазировали, нарисовали, да? И макеты, которые создавались в других модулях, они тоже будут участвовать в продолжении, то есть это в создании этих арт-объектов. И также вот мы успели в момент, пока мы обучались там, создать уже этот арт-объект. И нам говорили про то, что, ну, это очень редкость, когда этот объект мы успевали создать. Но вот мы старались, потому что, ну, у нас были эти лекции-модули по 4 часа в день. И мы старались объединяться в какие-то команды, чтобы успеть все это сделать, чтобы у нас все получилось. И мы очень рады, что у нас все-таки получилось это сделать, сделать вот, все-таки представить свой проект по-настоящему, который уже будет готов, который уже реально будут использовать, и который, ну, правда, может послужить очень до хорошего уровня. Да, да. А скажите, пожалуйста, а вот основной школьный учебный процесс? Там были занятия, мы приходили в компьютерный класс, там по новым технологиям, и мы занимались. Также 45 минут мы выбирали предметы и... О, еще и предметы на выбор. Да, вообще это было шикарно. Если мне химия не нравится, не пойду на химию, да? Считай, да. И в конце смены нам дали табель с оценками, которые потом, позже выставили мы. А почему именно вы поехали? Как вас выбрали? Лучшие из лучших попадают в лагерь смены? Ну, на самом деле, нам сказали в... то есть это днем, нам зашли на урок и сказали про этот лагерь. И вот с девочкой, которой я учусь в одном классе, Елизавета, мы прям, ну, удобно хорошо общаемся. Мы в прошлом году тоже ездили в одну поездку, и мы решили поездить, попробовать, почему бы и нет. В этот же день мы записались, после этого у нас попросили, то есть какие-то грамоты, то есть какие-то достижения, которые у нас были. И после того, как мы предоставили эти достижения, нам сказали, что мы можем ехать, и после этого мы собрались в компании и поехали, получается, в этот лагерь. А поедете еще, ребят? Да, 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 да. Будет возможность, да. Будет возможность. И поедете опять что-то придумывать новое? Да, да, да. Там просто такие интересные программы, что хочется на каждой... Микрофон, пожалуйста. На каждой там побывать, потому что та же карта добра, волонтерство, ты что-то открываешь новое для себя, вот эта городская среда, 3D-моделирование, это отдельная программа туда. Просто такие интересные люди. А также там были очень интересные лекции. Какие? Например, к нам приезжал Владимир Ким, он из социального кино, он делает социальные, так скажем, репортажи. И там, где все так плакали, все, каждый просто... После просмотра? Да, да, он просто невероятный человек. А вы в каком классе? В восьмом. Все восьмом? В одном восьмом классе? Нет, параллельный, да, получается? Параллельный, да. Ну, вот смена, то, что вы съездили, да, в этот лагерь, оно, это время, это времяпровождение как-то поспособствует дальнейшему выбору вашей профессии, дальнейшему выбору вообще вашей какой-то, какого-то жизненного пути. То есть есть такое, что вот смена действительно поменяла мое мышление? Либо нет, только вот я дополняю, я выбираю и так далее. Восьмой класс это как раз таки то время, когда дети задумываются о будущем и так далее. Лично мне очень понравился сам лагерь смены, то есть там я научилась работать в команде, то есть именно там нужно было с друг другом контактировать, общаться, и все вместе мы смогли как бы создать проект. И это, ну, такое даже непередаваемое чувство о том, что вот вы вместе, и вы силой, и вы сможете это сделать вместе. То есть это расширяет твой кругозор, и ты уже приезжаешь уверенный, с силами, что да, я могу что-то делать. А вам, ребят? Мужчина, дополняйте. Ну, я определился, что архитектурное это не мое, потому что... Как бы беседка с рыбками. Да. Не, ну мне понравилось, конечно, работать в команде, я узнал что-то новое, как этой программой пользоваться, чтобы моделировать. Но я понял, что архитектурное, ну, не очень-то для меня. А что бы ты выбрал? Ой, ну... Было такое у нас в смене, чем бы ты хотел заниматься? Ну, там нету такого. А чем бы ты хотел заниматься? А я еще не знаю. А, еще не выбрал. А ты знаешь, может, и было, просто ты еще не выбрал. Передавай микрофон. Ой, ну там просто такие невероятные здания, которые там маленькие корпуса, и там робототехника очень развитая. Я тоже там хотела бы к чему-нибудь научиться. У них есть также вот эти профилизации, там, где мы, дети, можем выбирать, вот куда мы хотели бы. И с 14 лет там детей обучают, как правильно на станках работать, обучают те же швейному мастерству. И это так все интересно, поэтому я еще даже не определилась. Смена, наоборот, так еще сильнее меня озадачила. Мне кажется, до следующего смену вы выберете именно эту специализацию, да? Да. Еще бы я хотела сказать, что за вот эти две недели, то, что вы, вот, мы проучаствовали в проекте «Городская среда. Территория развития», и мы столько бы еще не попробовали, сколько всего есть в этом лагере, потому что этот лагерь действительно невероятный в том плане, что ты можешь там развивать свои способности. Также там есть, был гараж, в котором мы занимались автомобилем. Мы не занимались, нам просто проводили экскурсию, но было бы интересно узнать об этом тоже. И так как этот лагерь работает круглый год, каждую смену в нем организовываются разные проекты. И мне бы очень хотелось побывать на каком-либо другом проекте, чтобы попробовать себя в чем-то другом. Направление «Городская среда. Территория развития». А вот вам бы не хотелось придумать и реализовать такой проект, который, ну вот, в нашем родном Ставрополе, в городе, можно было применить? Конечно, хотелось бы добавить. Наш город идеален. Да, но наш город идеален. Так что я думаю, что ничего здесь не надо. Добавлять. Да. Мне кажется, вот другое мнение. Ну, я бы добавила, я бы сделала что-нибудь такое в стиле модерне, потому что Ставрополь, он более такой классический город. Он такой тихий. Но я бы хотела что-то, красок каких-нибудь туда добавить. На юго-западный стиль модерн, да, мне кажется? Что-то самое то. Дарья? Ну, как по мне, то есть Ставрополь, он развивается, и он постепенно становится молодежным городом все-таки. Уже мы замечаем, да, такие движения молодежные, очень яркие. И я согласна с Лизой, то, что и правда можно было добавить красок, например, как арт-объекты, арт-стены, знаете, очень классный такой, как на Майами, например. То есть сейчас набирает популярность вообще, в принципе, в России, в мире. То есть, чтобы добавить каких-то красок, это бывает то, что места, где мы обитаем, так сказать, уже становятся серыми и неинтересными. Ну что ж, ребят, спасибо вам большое за этот позитив, который вы нам принесли. Еще раз вас поздравляю и напомню, у нас в гостях участники Всероссийского конкурса «Городская среда. Территория развития» Альберт, Дарья Елизавета и еще одна Дарья. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы вот эта искорка в ваших глазах не потухала. Спасибо! И еще раз съездить на смену. Всем пока, всем удачи, хорошего дня. Ну что же, вот такие активные, позитивные и умные школьники в Ставропольском крае. Но чтобы учащиеся были всегда энергичны, они должны хорошо питаться. И тем более, когда грызут гранит науки. И поэтому сейчас мы предлагаем вам познакомиться с полезным рецептом ланчей для школьников, ну или студентов. Кому интересно, обязательно запишите. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну что же, такие ланчи, я считаю, отлично подойдут и для вечно голодных студентов. А вообще, готовят ли сейчас ланчи современные учащиеся, мы у них и узнаем. У нас в гостях студенты Аграрного университета – это Ирина Бондикова, Вадим Капустин, Варелия Буцыкина и Павел Подпольный. Ребят, привет! Привет! Как с ланчами дела обстоят? Хорошие. Сами готовите? Не мама там, не папа, вот сами. Я сама готова. Из чего ланчи делаете? Я не прям, что там бутерброды готовлю, но я себе там то курочку затушу в рукаве, то картошечку с овощами. Хороший ланч с курочкой в рукаве. Я могу себе позволить. Ребят, а вы? Или вот университетская столовая? Мы в столовой пытаемся. В столовой. А вы ланчи готовите? Я в столовой. В столовой. Вот только вы у нас. Может быть, поделитесь тогда со своими коллегами. Ну что же, мы пригласили ребят в студию, конечно, не для того, чтобы рассказать, готовят они ланчи или нет. Это студенты являются бойцами сельскохозяйственных отрядов Аграрного университета «Айболит» и «Технолог». И недавно эти ребята отработали в составе Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда «Мосты». И в течение двух месяцев они были ветеринарами и зоотехниками на молочно-товарной ферме Воронежской области. Всего в составе отряда работало 49 бойцов из 15 регионов России. Ребята, скажите, пожалуйста, вот Северо-Кавказский федеральный округ только вы, правильно, представляете? Нет, ну соседний был Краснодарский край. Краснодарский край. И Волгоград. И Волгоград. Но Волгоград не относится. Ну да. Сколько человек ездило от Аграрного университета? Вот мы четверо. Мы четверо. Вы четверо. Что делали? Работали по профессии. Ну я поняла, да, ветеринары, зоотехники, вот прям полный рабочий день. Да, наша профессия называлась помощник ветврача и помощник зоотехника. Ну, у кого как по специальности, кто где учится. Ничего сложного, просто получили практические знания, навыки. Ну, те же самые практические знания, мне кажется, можно получить и у нас. В Ставропольском крае молочной фермы. Предоставилась возможность выехать в другой регион России. Почему бы не воспользоваться этой возможностью и побывать в других краях, посмотреть, как там стоит обстановка на комплексах животноводческих, взять какой-то опыт, посмотреть, какой у них там идет производственный процесс. Поэтому мы воспользовались этой возможностью и поехали. Ребят, а вы смотрели на производственный процесс в Ставропольском крае? Я была на производственной практике на свинокомплексе в Красногвардейском районе, в Шторме. И отличается ли? Ну, это свинокомплекс, а там КРС. Я имею в виду вообще специфика, да, все равно же, все же животноводство нашего региона и там. Ну, мне кажется, в Воронежской области уже более современная методика, чем здесь. Больше автоматизации и больше таких технических. Уровень предприятия, ну, на порядок выше, на мой взгляд, там все механизировано. То есть на комплексе человек выполнял, вот я помощник ветврача был. Я в основном видел, как вот всю такую работу, которая, уборка какая-то, раздача кормов и так далее, ничего там не делал человек, вот именно ничего не делали сами специалисты, все делала, выполняла техника. Вот, и то есть нас... То есть контролировали? Да, все это контролировал начальник комплекса. Мы делали непосредственно... А вы ходили хвостиком за начальником? Нет, мы непосредственно вот по своей профессии занимались, лечили коров, и все в этом духе. Но вам не перехотелось заниматься именно в этой специфике, именно в этой сфере, работать в дальнейшем? Нет, только вот заинтересовала эта тема меня, потому что я как бы работал в клинике с мелкими животными, собаками, кошками, и сравнивая вот эти вот два направления ветеринарии, я выбираю, наверное, КРС, пока на данный момент. Потому что, ну, как-то больше понравилось само животное и уровень предприятия. Ну, потому что оно как бы молоко дает, а вот собаке и кошке нет. А вы чем занимались? Вот человек с коровами работал. Я работала тоже с ветеринарами, потом работала по своей профессии кормления, зоотехник. Вот, ходила, мне рассказывали, показывали, что делать, как делать. Ну, кормление, а ты распределяла, к примеру, сколько корма там в этот отсек, сколько корма в этот отсек? Да, я ездила на миксере, я смотрела, сколько отбирается корма, сколько, ну, там, по весу, все по весу. Вот, потом, после миксера можно было пойти собрать корм, высушить его, посмотреть сухое вещество. Вот, и это все записывалось в журнал, все это постоянно ведется, вот, и это заинтересовалось тоже, очень интересно было. А как вот работники производства на вас реагировали? Ого, бесплатная трудовая система или как вы? В основном, да, ну, коллектив очень хороший, врачи относятся ко студентам, ну, приятно, приятно работать с такими людьми. Никакой агрессии, если что-то непонятно, можно просто подойти спросить, тебе покажут, объяснять, то есть все в этом плане хорошо. Участники были также и из других регионов Российской Федерации, а как проходило распределение, вот, кто что будет делать? У нас есть такой человек, как Наталья Зверева, и она распределяет студентов по комплексам. У нас было 49 человек с 15 или 16 регионов, где-то, да, 15, да, регионов России. И везде ориентировочно по 4 человека с каждого? 7 комплексов, 7 бригад по 7 человек. А какие еще бригады, какие еще комплексы? Ваш комплекс? Наш комплекс, и все комплексы однотипные, то есть все направления молочной. Ну, разные производства, либо все это на одном производстве, но по отделам. Это Эконива Агра, у них просто несколько комплексов, и они вообще по России, у них много стоит комплексов, они расширяются сейчас, на данный момент, расстраивают еще новые комплекса. У них есть в Казани, в Новосибирске, в Калуге. А почему именно вы поехали, почему выбрали именно вас? Вы как-то отличились? Заулбывались. Честно говоря, не знаю. Просто появилось предложение, мы откликнулись. Собрались, поехали. Всероссийский студенческий отряд «Мост», это вообще что такое? Он как давно существует? Как в него попасть? Существует он, 16 года. Всероссийский студенческий отряд «Мост», «Мост» расшифровывается как молочный стандарт. Это сельхозотряд, который работает непосредственно на таких предприятиях, как «Эконива» в частности. Но действие отряда началось с 17-го года, непосредственно на «Экониве». И каждую зиму и лето ребята собираются и два месяца проходят практику на предприятиях этой компании. А вы на каком курсе, ребят? На третьем. Все на третьем курсе. А вот подобные практики производственные были уже? Вот помимо, что вы рассказывали, у нас на Ставропольском только, получается, первые и это. Насколько важно вот такие мероприятия устраивать? Практики именно? Да. Ну я считаю, что практика нужна все-таки для студентов, потому что помимо того, что теория, практика очень закрепляет знания. Ты реально, ты приходишь на практику, у тебя больше в голове что-то остается знаний, чем на теории. То есть на лекции ты пришел. Ну как бы, не, лекции тоже полезны. И у нас там тоже были лекции по субботам проходили. Тоже на производстве? Да, на производстве проходили лекции по КРС, то есть по уходу за животными, лечению. А че те лекции отличаются от тех лекций, которые в университете проводят? Там уже именно конкретно по самой «Экониве», какие там у них специфики содержания животных. И уже исходя из этого, они учили, как ухаживать, что давать в той или иной ситуации, как там поступать. А почему вы вообще выбрали такую сельхозспециальность? Ну не знаю, я понимаю, что Таврополье край, аграрный край. Почему бы нет? Возможность есть. Как бы спрос есть. Изначально шел в эту профессию непосредственно работать хирургом, кардиохирургом. Хотел работать с собаками, с кошками, но вот съездив на практику, немного поменялось внутри мышление как-то в голове. И я более вот захотел работать с животными, вот как коровы, потому что они мне показались более благородными, более спокойными и добрыми. Ну что ж, ребят, вам дальнейших успехов. Спасибо, что пришли и рассказали о такой, ну на самом деле важной практике, важной части вашего обучения. Я еще раз напомню, у нас в гостях студенты нашего Ставропольского государственного аграрного университета Ирина, Вадим, Валерия и Павел. Вам хорошего дня, хороших оценок сессий. И побольше вот таких практик, чтобы вы могли на месте разобраться уже, что да как. Спасибо большое. Всего доброго. Ну что же, продолжаем полдень. В Ставропольском парке Победы построят баскетбольную площадку. Она подойдет для проведения как любительских, так и профессиональных соревнований. Спорт-объект планируют открыть уже в 2019 году. Баскетбольная площадка будет сделана из современных материалов и оснащена специализированным оборудованием. Также построят и трибуны. Новая спортивная зона будет располагаться между пенбольным клубом и стадионом с песчаным покрытием. Ну а сейчас, раз мы затронули тему спорта, предлагаем вам немного размяться. Так что поднимаемся, становимся поудобнее, смотрим и повторяем. Раз, два, три, четыре. В общем, в детстве мне рассказывали такой метод, как похудеть. Берешь коробку спичек, раскидываешь спички по полу и по одной спичке собираешься. Вот сейчас у оператора вот такие глаза, он первый раз, видимо, это слышит. Маш, ты тоже, да? Я, да, если честно. Да, это вот такое вот упражнение. Один раз я попробовала, рассыпала, вот так вот, сгребла их и на этом у меня все закончилось. А сейчас я решила продолжить, поэтому сегодня у нас наклоны. Раз, два, три, четыре, продолжаем. Аня, сегодня рассыпать ничего не будем, сегодня по старинке будем наклоняться. И тренировать свою спину. Становимся, ноги на ширину плеч, делаем обычные наклоны вниз и возвращаемся в исходное положение. Десять раз вперед, десять раз к одной ноге и к другой ноге. Команды, поехали. Центр десять раз. И ровно выпрямляемся. Раз, два, три. Десять, восемь, девять. И к левой ноге. Поехали. Десять. И пошли. Раз, два. А для следующего упражнения нам с вами понадобится замок. Маша, где же его взять? Та-да-да-дам! Руки в замок. Встаем ровно. И выпрямляемся вперед. Спину округляем, тянемся. И медленно руки поднимаем вверх. И все? Да, легко и просто. Немножко усложним, конечно же. Наклоны влево и вправо. Поехали. А подожди, вопрос. Ноги вместе у нас прям, да? Ноги? Не принципиально. Можно вместе, можно на ширину плеч. Уловили. Поехали влево. Ровно. И вправо. Ух ты! Два бока у меня болят. Один. Ура! Мы закончили. И последнее. Подожди, подожди, подожди. Надо отдохнуть. Надо отдохнуть. Все устали. Все устали. Все, отдохнули. Дальше. Поехали. Опускаемся вниз. Руки сгибаем в локтях. И тянемся к полу. И на выдохе медленно выпрямляемся. Повторяем. Пять раз. Два, три, четыре, пять. Встали. Маша, когда же мы будем усложнять? Прямо сейчас руки берем за спиной в замок. Руки поднимаем вверх и тянемся к полу вниз. Держимся. Аня, я тебе помогу. Мне кажется, что требуется моя поддержка. Когда тренер говорит, Аня, я тебе помогу, я начинаю бояться. Опускаемся вниз. И руки тянем в потолок. Ниже, Аня, ниже. И медленно возвращаемся. Я живая. Я живая. Не переживайте за меня. У меня же есть тренер. И по традиции я становлюсь красиво. Маша всегда стоит красиво. Желаем и вам тоже стоять в этой жизни красиво. Красиво закончилось? Очень. До новых встреч. Спасибо, Анюта, за хорошую зарядочку. Друзья, а сейчас посмотрите, пожалуйста, на довольное лицо этого человека. Ну, просто сияет. А довольное оно потому, что этот мужчина оказался единственным пассажиром в самолете. Компанию ему составили два пилота и пять членов экипажа. Житель Литвы сначала удивился, когда на рейс в Италию не оказалось очереди. Но главный сюрприз был в воздушном судне, когда он осознал, что на 188-местном самолете он будет лететь в гордом одиночестве. И, как оказалось, самолет должен был доставить группу туристов из Италии в Литву. А чтобы не отправлять в Италию рейс пустым, авиакомпания решила продать на него дешевые билеты за несколько дней до вылета. И лишь один человек решил купить этот билет на этот внезапный рейс. И, судя по фотографии довольного литовца, он совсем не расстроился. Ну, а далее мы покажем в нашем эфире новости экономики. Давайте посмотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В исследовании принимали участие 60 тысяч домохозяйств. 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с большими затруднениями. Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Денежные же доходы в среднем на душу населения в 2018 году по предварительной оценке Росстата заставили 32,6 тысячи рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центробанк хочет запретить внесение жилья в качестве залога при кредите в микрофинансовых организациях. Регулятор объясняет идею заботой о гражданах. Юристы, кстати, считают сомнения в отношении микрозаймов под залог жилья оправданными. Сейчас деньги в долг под залог жилья имеют право выдавать только банки, микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы. Круг возможных кредиторов ограничен поправками, которые вступили в силу 28 января. Проблему кредитования микрофинансовых организаций граждан под залог жилья поднял Роспотребнадзор. Стоимость ОСАГО ставропольцам рассчитают по новым правилам. На безаварийной езде можно будет реально сэкономить. С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчета специального коэффициента, так называемого бонус-малуса. Раньше автовладельцы, у которых несколько автомобилей, могли иметь несколько коэффициентов за счет того, что у разных транспортных средств было несколько страховых полисов. Например, в одном коэффициент один, в другом 0,5. Таким образом, каждая следующая страховка была либо дешевле, либо дороже. В какую сумму в итоге ОСАГО обойдется для ставропольцев – вопрос везения. Теперь водителям будет присвоен коэффициент, который им будет более выгоден. Самое минимальное его значение. Стоит отметить, что такая система расчетов применима только к тем, у кого страховка ограничена. И еще важный момент. Если владелец продал авто и несколько лет не страховал технику, его коэффициент не будет обнуляться. А значит, и стоимость полиса не возрастет. В любом случае узнать, какой показатель присвоен водителю, можно на сайте Российского союза страховщиков. Хостелы закроют вместе с курортным сезоном. Согласительная комиссия депутатов Госдумы и членов Совета Федерации пришла к компромиссу, решив, что закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года. Это соглашение должны одобрить депутаты на пленарном заседании Госдумы, а 10 апреля – сенаторы. После этого закон поступит на подпись президенту. Промышленники Ставрополья отгрузили товаров и оказали услуг на 390 миллиардов рублей. За последние пять лет промпредприятия Ставропольского края более чем в полтора раза увеличили отгрузки произведенных товаров. Регион занимает ведущее место в России по некоторым видам промышленной продукции. На Ставрополье производится весь российский меламин, большая часть удобрений, искусственных сапфиров и аэрозолей, а еще 35% плугов, 34% приборов учета электроэнергии, 15% пластмассы, 12% стекла и 8% радиаторов отопления. Одновременно с ростом объемов производства выросла и отдача от работы предприятий. По итогам 2018 года в бюджет Ставропольского края предприятия химического производства перечислили более 3,2 миллиарда рублей налогов или на 8% больше, чем в 2017 году. За прошедшую неделю в Ставропольском крае 11 продуктов упали в цене, из них больше всего подешевели куриные яйца и огурцы. Об этом свидетельствуют данные Севковстата. Так, десяток яиц стал дешевле более чем на 1% и обойдется в 62 рубля. Килограмм огурцов 151 рубль, цена снижена на 1%. Также немного доступнее стали свинина. В среднем килограмм стоит 280 рублей, куры 139 рублей, мороженая рыба, маргарин, молоко, яблоки, сахар и карамель. Северная рыба, маргарин, молоко, яблоки, сахар и карамель. Ну что же, а мы продолжаем. Мужчины-близнецы не признались, кто из них отец ребенка, платить алименты будут оба. В общем, история такая. Суд в Бразилии приговорил близнецов к выплате алиментов за ребенка, поскольку тест ДНК не дал четкого результата. Ответчики отказались добровольно сообщать, кто из них двоих является отцом девочки. Таким образом, они надеялись избежать выплаты алиментов. Братья-близнецы Фернандо и Фабрисио ходили на свидание с женщиной по очереди, выдавая себя друг за другом, и поэтому мать девочки не знает, кто из них отец ребенка. Суд постановил вписать в свидетельство о рождении в графу «отец» имена обоих мужчин. И каждый из близнецов будет выплачивать на содержание ребенка около 60 долларов ежемесячно. И таким образом девочка будет получать в два раза больше алиментов. Ну а далее в эфире о местных происшествиях передаю слово нашей коллеге в погонах. Добрый день. За прошедшие сутки полиция региона зарегистрировала почти полторы тысячи сообщений о преступлениях и происшествиях. Задержаны 9 человек, которые были объявлены в федеральный розыск. Раскрыто 29 имущественных преступлений, в числе которых квартирные кражи, хищение автотранспорта и скота. Также раскрыто 9 мошенничеств, совершенных на территории края. Вместе с тем полицейские установили обстоятельства 11 наркопреступлений. На дорогах нашего региона произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 8 получили травмы различной степени тяжести. В Георгиевском городском округе направлено в суд уголовное дело о хищении имущества. В дежурную часть обратилась жительница станицы Незлобной с заявлением о хищении товаров, ноутбука и мобильного телефона из ее магазина. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен ранее судимый местный житель. Молотого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и пояснил, что противоправное деяние совершил с подельником. Путем отжима входной двери они проникли в магазин и похитили товар. Полицейские установили местонахождение второго участника, который также сознался в содеянном. Как выяснилось, мужчины причастны к совершению еще одного преступления. В ночное время они вскрыли капот автотранспортного средства и совершили хищение аккумулятора. Ноутбук и мобильный телефон изъяты и возвращены законной владелице. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Также на Ставрополе окончено расследование уголовного дела о хищении автомобилей группой лиц. В совершении преступления обвиняется организованная группа, в состав которой вошли не менее пяти человек. Как выяснилось, двое мужчин на арендованных автомобилях приезжали в Ставропольский край, где заранее подбирали транспортные средства, припаркованные на придворовых территориях. При помощи устройства для дистанционного сканирования сигнала ключей и запуска двигателя они похищали машины. Для беспрепятственного передвижения в соседний регион они использовали подложные части номеров на двустороннем скотче. По прибытии в место назначения остальные участники группы разбирали авто на запчасти и сбывали их. У одного из злоумышленников при задержании было обнаружено наркотическое средство. Следствием установлена причастность участников группы к совершению семи хищений автомобилей в Краевом центре, Буденовске и Сентуках, шесть из которых иномарки, одна машина отечественного производства. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 10 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Уважаемые жители и гости Ставропольского края, если вы стали очевидцем преступления или сами пострадали от противоправных действий, сообщите об этом в полицию по телефону 02 либо 102 с мобильного телефона. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». Спасибо, коллеги. Ну а далее в полдне короткая пауза и вы не переключайтесь. Спасибо, что остались с нами. Это «Полдень» на своем ТВ и мы продолжаем. Генеральная уборка Ставрополья, усиленный режим. К наведению порядка на улицах города приступили уличные пылесосы, бобкэпы и другая техника. Чистят прибордюрную часть дороги, придорожные газоны. С фонарных столбов убирается нелегальная реклама. Весенний вид краевой столицы придают и управляющие компании, и ТСЖ. Они освобождают дворы от веток, мусора, прошлогодние листы. В общем, ремонтируют, красят и многое-многое другое. А 6 апреля в Ставрополе пройдет городской субботник. К нему могут присоединиться все желающие. А вот присоединиться ли Вадим Москаленко, мы сейчас узнаем, потому что далее у нас новости. Вадим, привет. Привет. Ну что, в субботочку с веником. Ты знаешь, я уже хожу по коридорам и на самом деле предлагаю коллегам выйти на самом деле. Потому что сколько можно-то уже находиться в таком мусоре. Начали высказать о главных темах. Неприятный сюрприз. Ставропольчанка купила пачку каши с добавлением моли. Тот случай, когда пропустил свой поворот. Дрифтующий Мерседес создал пробки в Ставрополе. Где цветам жить хорошо? В Ставрополе вовсю цветут краснокнижные растения. Джамиля Ибрагимова прикоснулась к прекрасному. Начинаем с информации о краевой казне. 30-ти процентный рост доходов и снижение госдолга. Сегодня в правительстве края читались об исполнении краевого бюджета за минувший год. Главные цифры доходы бюджета за 2018 год составили 107 миллиардов рублей. Край впервые превысил психологическую отметку 100 миллиардов. Также впервые за сотню миллиардов перевалили и расходы социально ориентированного бюджета. Большая их часть, 65 процентов, пошла на повышение зарплат бюджетника. В этой части, как подчеркнула министр финансов край Лариса Калинченко, край достиг показателей, заложенных в майских указах президента 2012 года. Самый большой рост отмечен у социальных работников. Их заработная плата за этот период увеличилась в 3,2 раза. А самый маленький прирост у педагогических работников школ 1,6 раза. Все остальные категории находятся в этом диапазоне. 1,6-1,3,2. Сразу хочу сказать, что целевые показатели, которые у нас были как плановые, их нужно было достичь по каждой из категорий работников бюджетной сферы, из 12 категорий, все эти целевые показатели выполнены. Известный космонавт, летчик, герой России Валерий Токарев, который в эти дни в Ставрополе посетил музей «Россия. Моя история», где встретился с губернатором края Владимиром Владимировым. Гостью провели экскурсию по музейно-выставочному комплексу, показали интерактивные стенды, исторические анимации и живую книгу. Кстати, в это время в одном из залов музея школьники города историю изучали. Им посчастливилось пообщаться с космонавтом. Валерия Токарева на Ставрополье пригласил губернатора края Владимира Владимирова. В преддверии Дня космонавтики он посетит школы и университеты Ставрополя, а также Грачевского, Александровского, Труновского районов и других территорий края. Наши дети, как и мы, нуждаются в общении с людьми, которые преодолели себя, добились, прославили свою страну. И на своем примере показывают, что в этом мире все возможно. Дума региона отмечает 25-летие с момента образования. Сегодня у наших депутатов насыщенный день. В частности, заседание Совета Зеверокавказской парламентской ассоциации. В Ставрополь приехали парламентарии из соседних регионов. И край заключит соглашение о сотрудничестве с их парламентами. Также запланированы встречи в краевом правительстве. Дворцы культуры и спорта в торжественной обстановке подведут итоги работы депутатов за 25 лет. Теперь о статистике, которая заставляет задуматься. В последнее время в России случаи гибели детей при пожаре увеличились на 20%. На Ставрополье с начала года огонь лишил жизни уже двоих несовершеннолетних. Чтобы снизить число таких случаев, спасатели пошли по домам многодетных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Однако не все родители были рады такому визиту. Почему, узнает Екатерина Сегида. Это датчик при обнаружении задымления оповестит вас, оповестит о пожаре. Вы примете меры по эвакуации детей и принять меры по тушению этого пожара. Для этих целей эта акция по всей России проходит. Следа мне не нужна. Зачем? Решение мужчины довольно странное. У него в этом доме четверо детей. При этом о планируемой установке пожарного датчика он знал заранее. Но когда сотрудники приехали, почему-то передумал. А зря. Дополнительная мера безопасности не помешала бы его семье в случае пожара. Этот дом отключен от газа. Вот здесь должна проходить газовая труба, но ее нет. На основании того, что во дворе лежат дрова, можно сделать вывод, что в этом доме исключительно печное отопление. Но, тем не менее, хозяин дома отказался от установки пожарного извещателя. Таким образом, он просто подвергает свою семью дополнительному риску. В следующий дом нам тоже удалось попасть не сразу. Люди были внутри, но никто не открывал. Даже забаррикадировали калитку. Через какое-то время все-таки вышла молодая девушка. Вы можете показать свои помещения для того, чтобы мы это сделали? И все. Займет ровно одну минуту. Это бесплатно. Это для вашей же безопасности и безопасности ваших деток. По информации сотрудников МЧС, в этом доме проживает 11 детей. А значит, риск возникновения пожара очень велик. И специальное оборудование придется как нельзя кстати. К тому же специалисты нашли и серьезное нарушение. Этот отопительный прибор предназначен для отопления, для использования газом. Здесь нет утопки, здесь нет притопочного листа, естественно. Здесь элементы твердого топлива кладутся непосредственно в ту камеру, в которой должен быть сжигаться газ. То есть это элемент переустройства отопительного прибора. А это делать не только запрещено, но и опасно для жизни. Сотрудники ведомства провели с хозяйкой и ее детьми профилактическую беседу. И настоятельно рекомендовали устранить несоответствие требованиям. В следующем доме нас приняли добродушно. Хозяин не препятствовал работе мастера и высоко оценил помощь от МЧС. Сергей – отец четверых детей. И вопрос их безопасности для него приоритетный. Объясняю постоянно, что если где-то какое-то задымление, что-то покинуть помещение и сообщить родителям. И так же, как я работаю очень близко к дому, у меня дети могут прибежать и что-то сообщить. Сотрудники МЧС совместно со Всероссийским добровольным пожарным обществом проводят рейды по многодетным и малообеспеченным с 2018 года. Датчики уже установили больше, чем в 800 семьях. Всего на территории края почти 2500 таких семей. В планах установить извещатели во всех домах, где проживает эта категория населения. Когда мы проводим работу подобную, зачастую мы сталкиваемся с людьми, которые совершенно не желают контактировать с нами. Они не понимают все меры ответственности и высказывают свое недоверие и нежелание вовлекаться в эту огромную проблему, которая существует у нас сегодня. На территории края за последние 5 лет зарегистрировано, к сожалению, 19 погибших детей на пожарах. Это недосмотр родителей. Всегда, когда мы говорим о причине детской шалости с огнем, это оставление детей без присмотра. Сотрудники МЧС уверены, установка специального датчика поможет сократить количество смертельных случаев при пожаре. Пожарный извещатель реагирует на дым. И в случае задымления помещения устройству достаточно примерно 6 секунд, чтобы зазвучала сигнализация. Происходит это примерно вот так. Звук достаточно громкий. Услышать его можно даже снаружи дома. Поэтому у людей есть все шансы для того, чтобы спасти себя и предпринять какие-то меры для спасения своего имущества. Обязательно установят пожарные датчики и у себя дома Екатерина Сегеда и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Моль в пачке манной крупы нашла покупательница на Ставрополье. Такие фотографии появились в социальных сетях. На снимках видно, что в пачке с крупой больше десятка насекомых, похожих на моль. В комментариях к записям разгорелся спор. Большинство пользователей выразили недоумение по поводу того, как можно было купить такой товар. Однако другие указали на срок годности продукта. На снимке, который приводит покупательница, видно, что дата изготовления продукта 30 октября 2018 года. Так что срок годности еще не вышел. Официального подтверждения факта покупки еще нет. Еще одна новость не очень из приятных. Жители юго-западного района Ставрополя стали свидетелями такой картины. Белый Мерседес дрифтует на перекрестке Пирогова-Шпаковская. Остальные автолюбители в ступоре. Боятся заезжать на круг, пока ненужное шоу не закончится. В итоге, только спустя пять минут, как говорят очевидцы, любитель экстрима съехал на новую обезду и продолжил свой путь. Сосная акация пополнят лесные ряды Ставрополья. В край сейчас вовсю сажают новые деревья. В скором времени в лесном фонде региона появится 56 гектаров новых насаждений, среди которых сосна крымская, акация белая, глядичья, обыкновенные и другие породы. Больше всего растений сажают в Курском и Левокумском лесничествах. Минприроды надеются, что весенние посадочные работы завершатся в кратчайшие сроки и с хорошим качеством. Между тем, в ботаническом саду открыт сезон фотоохоты. Под прицелом цветы разные. Вопреки показателям термометра и затянувшимся холодам, там расцвели сразу несколько растений. Цикламенами, морозниками, подснежниками покрылась одна из аллей сада. А в оранжерее распустилась уникальная кувшинка. Джамиля Ибрагимова тоже вернулась в фотоохоты с солидной добычей. Расчехляем фотоаппараты и камеры. Сезон фотоохоты на цветы официально объявлен открытым. Зеленый свет первым дали, как и положено в социальных сетях. Инстаграм ежеминутно обновляется новыми снимками. В ботаническом саду у фото любителей на пике популярности краснокнижные растения. Охотятся на цикламены, морозники, подснежники. Это для них, как мед для пчел. Цветы как будто раскрашены нежной ярко-синей лесной акварелью. Доброе утро! Скорее же отправляйтесь в ботанический сад. В ботаническом саду уже весна. Краснокнижные цветы в ботаническом саду распластались густым ковром. Цветут уже почти третью неделю. Что само по себе странно. Обычно они живут дней 10. Секрет хорошего самочувствия, как это ни удивительно, связывают с плохой погодой. Для них нет лучше лекарства, чем дожди и холод. Чем выше температура весной, тем быстрее заканчивается цветение ранних культур. Поэтому вот такая погода, она даже очень положительно влияет на продолжительность цветения. Естественно, возможность пообщаться с этими растениями. Насколько красивы, настолько и редки ботанический сад в этом смысле, но и в ковчег для цветов. Здесь, словно в убежище, прячутся от рук человека растения, которых сегодня можно сосчитать по пальцам. Еще 30 лет назад морозник рос во всех лесах края. Сегодня его можно встретить только в ботаническом саду. Это единственное место, где краснокнижное растение сохранилось. Поэтому люди спешат сюда сделать кадр с редким растением. Это ведь все равно, что эксклюзив. Обнаружили ценители красивого кадра в ботаническом саду еще одну фото-жертву. Под прицелы камер попала Виктория Амазонская. Уникальная кувшинка с 70-сантиметровыми листьями. Героиня этого месяца кувшинка Виктория Амазонская. Вот она размером с блюдце. Раскрылась на месяц раньше срока. Теперь она на всех фотоаппаратах края. Действительно, очень сложно пройти мимо и не сделать селфи с такой красотой. Уж очень хочется, чтобы осталась на долгую память. Цветет Виктория обычно в начале мая. А тут вдруг в апреле распустились разом две кувшинки. Такого поворота даже сотрудники не ожидали. Температура воды 30 градусов. Вовремя были произведены перевалки растения. То есть не замедлился ее рост. И вот это способствовало тому, что мы получили уже 1 апреля цветение. За распустившимися цветами, между тем, пристально следит здешний мохнатый научный сотрудник. Кошка Маркиза. На нее фотоохоту открыли еще давно. Ее любят и камеры, и посетители. Хотя ей уже порядком поднадоело такое внимание. Слава еще и не так утомляет. За цветами в ботаническом саду следит кошка Маркиза. Но она сейчас отказывается давать интервью. Память фотоаппарата заполнили цветами Джамиля Ибрагимова и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. В Георгиевске встретились главы районов и городских округов. В крае там прошло заседание Совета муниципальных образований Ставрополя. Этот совещательный орган действует в регионе уже более 20 лет. Его главная задача – обмен опытом и всестороннее развитие городов и районов. В этот раз говорили о поддержке предпринимателей. В городе Игорьевске очень хорошо отстроена и отлажена система работы с предпринимателями. С мелким и средним предпринимательским сообществом. И знаете, тут очень интересный был доклад заместителя главы. Здесь выстроена система, начиная от налоговых поступлений, которые получают именно от этой, скажем, сферы, до каких-то объединяющих факторов обучения, дискуссий. Отдельно обсудили взаимодействие муниципалитетов с краевыми СМИ. Журналисты заинтересованы в том, чтобы знать больше о жизни простых людей в райцентрах и небольших населенных пунктах, чтобы говорить с читателями и зрителями на одном языке. Такие новости к этому часу. Передаю слово обратно в студию программы «Полдень». Анна Кривецкая. Анна, ждем продолжения. Спасибо большое. Вот ты всех агитируешь пойти на субботник, а я буду агитировать пойти на кувшинку посмотреть в ботанический сад. Ты не против? Ну что же, а мы продолжаем полдень. Гусли – это старинный русский музыкальный инструмент, и он возвращает себе популярность. А все благодаря небольшой фабрике в Тверской области. Вот уже шесть лет ее мастера снабжают гуслями всю Россию и даже зарубежные страны. О разновидностях этого музыкального инструмента и производстве в следующем материале. Гусли на протяжении многих веков были неотъемлемой частью русской культуры. А теперь их былая слава возвращается благодаря мастерской в селе Пушкино Тверской области. Открыл ее шесть лет назад Сергей Горчаков. Но идея зародилась четырьмя годами раньше. Сергей решил, что соединиться с традиционной русской культурой лучше всего помогут гусли. На них играли тысячу лет назад, а может и еще раньше. Есть несколько разновидностей гуслей – шлемовидные, крыловидные и другие. У меня в руках это гусли крыловидные, они у нас так называются. Есть, например, инструмент лировидный, более древний. Они вообще встречались в слоях XI века были найдены. Вот примерно реконструкция инструментов с XI по XV век. В мастерской работают более 20 человек. За месяц они вручную делают 150-200 гуслей. Инструмент изготавливают из ольхи, ясеня и кедра. Инкрустируют ценными породами деревьев. Стоят гусли от 1600 до 23 тысяч рублей. В скором времени появятся и более дорогие. Вслед за производством гусли в селе открылась и школа гуслеров. Человек, который первый раз в жизни взял гусли в руки, взял вообще любой музыкальный инструмент в руки, 20-30 минут, он какую-нибудь музыку несложную, простую достаточно, но уже сыграет. Сейчас в школу гуслеров ходят более 20 человек. Ещё 100 обучаются через интернет. Игрой на гуслях увлекаются и старый млад. Просто нравится, по душе. Раньше на гитаре как-то практиковал, потом решил гуслями заняться. Гусли покупают не только россияне. Инструмент заказывают жители США, Польши, Испании, Израиля, Германии и других стран. В школе гусляров также обучаются люди разных национальностей. Они и под гусли станцуют, и под всё, что захотите. Ребята из Центра танцевального искусства Lucky Jam недавно приехали из Санкт-Петербурга с чемпионата России 2019 года. Привезли 20 медалей и 3 звания чемпионы России. На самом деле побед у этих ребят уже немеряное количество. В чём секрет танцевального успеха? Мы сейчас и спросим. У нас в студии танцоры из Lucky Jam. Это Мария Харина, Мария Запенкова, Станислав Обрядин, Дарья Будущего и руководитель Центра танцевального искусства Lucky Jam Екатерина Федотова. Всем здравствуйте, всем привет. Поздравляем, во-первых, с победой. Ну что, отошли эмоции или ещё есть? Ещё остались. Ещё остались. Ну да, такие скромные ещё остались. Давайте о чемпионатах. Что это за чемпионат? Не первый раз уже выступаете именно российского уровня. Этот чем-то отличается? Что этот за чемпионат? Каждый год проходит чемпионат России. Он традиционно проходит в конце марта, когда у ребят каникулы в школе. Чемпионат в этом году проходил в городе Санкт-Петербург. Вообще каждый год меняется. Один год проходит в Москве, другой год в Санкт-Петербурге. Каждый чемпионат, на самом деле, уникальный. Есть в каждом чемпионате свои плюсы, свои минусы, свои какие-то фишки. Этот чемпионат запомнился, наверное, своим символом Леопард. С живым символом, да? Да, приходил он лично на открытие, вот, открывал чемпионат. Леопард, да. Леопард был на чемпионате России. Представляете, когда такое было? Главное, чтобы Леопард не танцевал, мне кажется. Да, и у ребят, собственно, наградная продукция. Вот вся символика Леопарда. Ну да, вот на медальках, если посмотреть все в Леопарде. И даже на обратной стороне. Простите, простите, что я это не вернула. Вот, а так, конечно же, запомнился хорошими выступлениями наших ребят. Я всегда стараюсь не смотреть на звания, результаты, смотреть на танцевание ребят. И когда оно год от года растет, это не может не радовать. Я думаю, сейчас ребята сами расскажут, где они танцевали, в чем танцевали, и что за медали, и сколько медалей. Поехали. Кто начинает у нас? О, застеснялись. Давай. Вот, я принимала участие в трех номинациях, танцевала... На медальки две, да? Да, медальки две. Я принимала участие в дуэте, дуэте по хип-хопу, дуэте по паппингу, и соло также хип-хоп и паппингу. Вот, собственно, дуэт. Да, это мой дуэт. Маша тоже. Привет. Вот. В дуэте по хип-хопу мы заняли третье место, в дуэте по паппингу мы стали первые. Кто наступал на пятки? Москва. Москва. В основном все сильные, это чемпионат один из самых крупнейших, и все танцоры были высокого уровня, и все сильные. Но ваш дуэт уже такой давно сложившийся, мне кажется, прожжен, через все прошли вдвоем. Есть вот все-таки там какие-то проблемы, либо уже все, все изучили, друг друга знают, вот я не знаю, сейчас она туда ногу поставит, сейчас она там ручку поднимет. Не, на самом деле мы очень чувствуем друг друга, знаем, вот чуть ли не каждый шаг, который может сделать этот человек. Самое главное в дуэте это чувствовать друг друга, и тогда все получится. А кто ставил композицию танцевальную? Екатерина Федоровна. Я просто знаю, у вас такой широкий тренерский состав, и на Екатерину все перевели. И вот медалей много, девчонки, на самом деле, и сейчас, и вообще в копилке за вашими спинами. Есть, когда вы там снова называют ваши имена, победили тета-тета-тета-тета, Lucky Jam, город Ставрополь, есть такое, что, о господи, ну вот это вот ощущение, ощущение чего-то невероятного? Или уже все, или прошло? Каждый раз, когда называют наши имена, что-то в душе, радость, эмоции зашкаливают. Вот. Давайте поменьше, ребята, продолжаем. У тебя больше всех, что ли, медалей? Ну, рассказывай, что у тебя там. Это медали, которые я провелась в чемпионате России. Понятно, да. Логично, но с каждой номинацией по одной, это жаль, конечно, но везде получилось. А сколько ты хотел, если с каждой номинацией по одной, но это жаль. Медаль. Все, сразу три надо было забирать. Да. Давай вот по порядочку, вот к примеру, давай по очереди, это что за медаль? Это хаос. Далее. Это, ну, медаль за хаос. Это за дуэт паппинг, мы с Дашей стали чемпионами России. Это эти две медали, второе место за паппинг соло и за дуэт хип-хоп. Тоже вдвоем? Да. И эта медаль за хип-хоп соло, третье место, я стала бронзовым чемпионом России. О, да ты крутой, давай пятерочку. Спасибо. А какая вот самая любимая твоя медаль с этого чемпионата? Ну, каждая цена по-своему. В дуэте то, что мы смогли все-таки вместе прорваться на это второе и первое место. В соло то, что было очень много соперников и все-таки заняли хорошие места. А вот вы вроде бы с ним дуэтом выступаете, а у него медалей больше. Тебе не обидно? Нет. У него просто номинации на одну больше. Все понятно. Ну и понятно, вот девчонки дуэтом выступают, как-то легче. А вот тебе с молодым человеком в дуэте постоянно, они же вредные. Нет. Нет? Этот от Савианыч. Расскажите о своем номере. Это какой-то набор комбинаций, либо вот что-то нужно донести? Либо вот показать технику. Главное, четко, правильно показать технику, как Екатерина Федотова научила. Ну, и технику, и эмоции. Например, где-то улыбнуться, где-то не, где-то серьезными. Ну, дуэт это так же, как и соло. Здесь главное не просто технику показать, а еще свои там чувства, эмоции. И так же, как и Маша сказали, надо всегда вместе идти, потому что если кто-то один будет хотеть, чтобы там выиграть в дуэте, то ничего не получится. То лучше ему вообще не ехать тогда, да, вот. Главное, чтобы желание было у двоих. Можно я чуть-чуть еще про дуэт ребят расскажу? Я, к сожалению, на этом чемпионате не была. Следила по трансляции все три дня. Вот. И Стас и Даша очень здорово друг друга поддерживают. То есть они, несмотря на то, что там девчонки и мальчишки обычно в их возрасте, вот, ну, так, мы отдельно, мы отдельно. А тут вот, ребят, на самом деле, получился такой, как бы, дуэт, такой союз. Они постоянно вместе в баттлы прошли, восемь сильнейших вместе там разминались на заднем плане. Я смотрю, что-то друг друга подсказывают. Кто-то из них даже плакал, да, по-моему, на какой-то фотографии я видел такие слезы. Вот, Дашуля плакала, потому что Дашуля плакала от счастья. Она выиграла в соло чемпионат России, а это дорого стоит. Вот. Ну, ладно тебе. Да, я тоже плакала. Вот, поэтому, поэтому такие слезы счастья, такие эмоции, ну, на самом деле, хочется пожелать каждому тренеру и каждому танцору испытать, потому что это незабываемо. Что, слезы до сих пор? Дашуль, неужели соло для тебя это вот самое важное? Ну, я пять лет не могла выиграть и... И вот оно! Еее! 2019 год! Еще и с тигром, с леопардом. К чему теперь готовитесь? Россия есть! Дальше у нас чемпионат Европы уже в мае, уже через полтора месяца буквально ребята едут в Италию. Вот, семь человек от нашей команды едут и участвуют во всех номинациях, начиная от соло, заканчивая группами. Вот, поэтому готовимся туда. Сейчас подводим, сегодня вечером подводим итоги чемпионата России, замечаем путь развития и идем дальше к своим целям. Блин, ну очень здорово, завоевывайте медали, смотрите мир и приходите к нам в полдень, это самое главное. Спасибо вам большое, еще раз поздравляю, желаю дальнейшим, конечно, только наград. Приходите к нам, чтобы шеи вообще были увешаны всеми этими медалями и скупками. Спасибо большое и вам хорошего дня, хороших тренировок. Сегодня есть тренировка? Да. Вперед. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Ну что же, а сегодня в Железноводске будут и танцы, и песни, и сценические постановки, и другие виды творчества. Более 400 участников из 34 учебных заведений профессионального образования региона соберутся на галоконцерте студенческой весны Ставрополя. Все участники прошли отборочные этапы и сегодня выступят на сцене Дворца культуры курортного города. А чем еще культурным и творческим можно заняться сегодня, некоторые варианты в афише. В Ставропольском драмтеатре сегодня пьеса «Недросоль» – истинный шедевр классической литературы. Она предлагает современному театру обилие многогранных характеров, актуальных на все времена идеи и нравственных проблем. Комическая народная опера, в которой есть и пародия, и юмор, и яркие музыкальные номера, а также элементы сатиры. Что касается содержания пьесы, то его каждый знает со школьной скамьи. Музыкальная комедия в двух действиях начнется в шесть вечера. А на Кавказских минеральных водах сегодня будет звучать органная музыка. Послушать произведения немецкого композитора и музыканта Иоганна Себастьяна Баха можно в Кисловодске. Этот вечер будет наполнен творением величайшего классика. А начало в 19.00. А еще сегодня в Ставрополе можно подтянуть свой английский. В молодежном пространстве лофт, что в Ставропольском дворце культуры и спорта, встреча разговорного клуба по английскому языку «Киллер Квинн». Заинтересовавшихся ждут переговорной номер один «Горастрижемент». Начало в шесть вечера и до восьми. А можно сегодняшний вечер провести в компании своего ТВ. У нас сегодня вот что. В 18.30 прямой эфир. В студии подведем итоги деятельности Министерства финансов Ставропольского края за 2018 год. В 19.15 программа ОКО Государева. Ежегодно прокурорами выявляются многочисленные нарушения при установлении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг. О том, как соблюдается законодательство и какие основные проблемы в этом направлении, расскажем в новом выпуске. В 19.30 новости. Телемедицинские технологии, встреча с космонавтом и выставка роботов. Об этом и не только в информационной программе «День». А в 22.00 художественный фильм «Многоточие». Кира – известный скульптор. У нее есть любящий муж, друзья, поклонники. Кажется, она вполне счастлива. Но однажды в жизнь Киры вырывается ее первый муж. Ну, на этом сегодняшний полдень подходит к концу. И в завершение еще одна очень приятная информация. В Роструде напомнили о длинных выходных в мае. Рабочая неделя перед майскими праздниками продлится всего два дня. С 29.00 по 30.00 апреля. То есть это понедельник и вторник. Отдыхать россияне будут с 1.00 по 5.00 мая по случаю праздника весны и труда. После чего следует четыре выходных в честь Дня Великой Победы. С 9.00 по 12.00 мая. Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5.00 и 6.00 января, а также 23.00 февраля. Так что уже пора задуматься, как вы проведете эти мини-каникулы. Ну что же, на этом точно все. Я желаю вам отличного дня и увидимся на своем.